Будем обсуждать тему сомнения, страх и вера, потому что все это очень тесно связано. Если мы возьмем определение слова сомнения, это тонкая форма страха. А что такое страх? Это как бы предвосхищение каких-то будущих событий. И Библия говорит, что сомневающийся даже может и ничего не получить от Бога. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим на тему веры, сомнений и страха. К нам пришло письмо от телезрительницы Ксении, которая пишет. «Мой характер таков, что все близко и болезненно принимаю к сердцу. Пережитые долгие психологические состояния тревоги и стресса оставили свой отпечаток на моей нервной системе. Теперь любой незначительный стресс или новость неприятная вызывает угнетение. Трудно концентрировать свое внимание. Мне это все мешает. Хотя я люблю Господа, но постоянно сомневаюсь». Знаете, вот с психологической точки зрения, что такое сомнение? Сомнение – это тонкая форма страха. То есть сомнение, когда тебе, опять же, страх, мы говорили, это предвосхищение каких-то будущих событий, а сомнение – это предвосхищение тех же самых событий, которые вы не знаете, можно ли на них рассчитывать. Может быть, вы что-то хотите добиться в жизни, но вы начинаете сомневаться, и вы останавливаетесь. Хочу вам привести такой личный пример. Как у меня один из сыновей поступал учиться в Санкт-Петербургский университет. Он думал, думал, куда ему пойти, и решил, что он пойдет на юрфак. И когда мы были в стадии подготовки, нам все стали говорить, «А зачем вы туда идете? Там такие конкурсы, там такие взятки нам говорили». Я не знала ничего про это, и решила позвонить студенту, который там учится, и спросить, а как он поступал, со взятками или как? Он говорит, «Да что вы, там обычные ребята поступают, и троечники, есть и пятерышники. Идите и поступайте». Но мы очень сомневались. Мы начали сомневаться. И потом, в конце концов, я сказала сыну, «Слушай, если мы не попробуем, если ты не попробуешь поступить, то значит, и оставишь эту идею, значит, ты сдался, даже не попробовав ничего. Возьми, попробуй». И вы знаете, он поступил. И для меня это был лично очень хороший урок, что, вы знаете, часто, когда человек сомневается, это его останавливает от какого-то продвижения, от достижения какой-то важной для его жизни цели. Поэтому определенное сомнение, оно пытается руководить человеком. Он думает, что он избежит каких-то рисков. Но рисков все равно не избежать. Риски все равно будут появляться в вашей жизни. И даже тогда, когда вам меньше всего об этом хочется знать. Поэтому, смотрите, если сомнение – это тонкая форма страха, то давайте посмотрим, что такое вера и страх. Вера. Вот интересно, есть место в Священном Писании, в Библии, в послании к евреям написано, что вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Кстати, возвращаясь вот к этой истории с поступлением моего сына. Мы поехали туда, посмотрели на… Перед тем, как он сдавал экзамены, посмотрели, мне так там понравилось, и мне так хотелось, чтобы он там учился. И когда меня спрашивали знакомые, а куда твой сын поступает, я говорила смело, он поступает в Большой университет, на юрфак. Откуда ты знаешь, что он туда поступит? Я говорю, он поступит. Вы что, взятку приготовили? Я говорю, нет, у нас денег нет даже, ни желания, ни денег на взятку. И вы знаете, я верила, вот моя… Я… И не сразу, не с первого захода, но в этот же год он поступил. Слава Богу. То есть вера есть, осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. И вот, друзья, вот сейчас подумайте, чего вы ожидаете. Вот у вас есть какой-то проект, какая-то проблема, какой-то вопрос. И что вы думаете по этому поводу? Если вы думаете, ничего не получится, да вряд ли получится, то вряд ли оно и получится, потому что это начинает вас формировать веру со знаком минус. Я когда об этом говорю людям, верующим, говорю, вы знаете, что вера может быть со знаком плюс и со знаком минус. Они говорят, да ну. Я говорю, да. Вы думаете, что вы помолили, сказали, Господь, помоги, вот я хочу вот этого, значит, помоги мне в этом. И сказали аминь, и все так и получится. Не получится, если вы будете следом говорить, да вряд ли получится, вряд ли это возможно. Сравните, пожалуйста, чего в вашей вере больше, плюса или минуса. Потому что даже в Писании тот же апостол Иаков, который много говорил о сомнениях, он сказал, сомневающийся человек подобен морской волне, ветром раздуваемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. То есть, если вы сомневаетесь, это уже подрывает вашу веру и меняет ее знак с плюса на минус. Хороший пример вот того, как вера работала с положительным знаком, есть в Писании, женщина страдала кровотечением, где-то около 12 лет страдала кровотечением, что-то у нее там где-то не заживало, потратила все свои финансы, на врачей сдержала, услышала, что Иисус, что Он исцеляет, что Он в их городке. И она, смотрите, как она свою веру формировала. Казалось бы, человек глубоко разочарован, ничего не помогает. 12 лет, представьте, что это за болезнь. Ничего не помогает. И вдруг она услышала, что есть Иисус, и что Он исцеляет. И она стала сама в себе говорить, если только к одежде Его прикоснусь, то исцелюсь. Она ходила, и, наверное, каждый раз, когда там перевязывала, что у нее там за кровотечение, или меняла повязки, она ходила и говорила это. И знаете, и когда она пришла туда, где был Иисус, она рисковала даже, потому что она не могла, она считалась нечистой, ее могли просто побить камнями. Появляться, нечистый человек не мог появляться среди здоровых людей, но она подкралась в толпе, прикоснулась к его одежде, и написано, Иисус услышал, почувствовал, что из него вышла сила. И тогда он спросил, кто прикоснулся ко мне. Эта женщина сказала я. И он ей сказал, иди, тщерь, и будь здорова от болезни своей. Вера твоя спасла тебя. Представляете? Вы знаете, у меня есть тоже хороший такой пример личный, вот как эта история библейская, давняя, как она в современные дни воплотилась в жизнь еще одной женщины. Я проводила конференцию в одном из сибирских городов, и я рассказывала как раз о том, что вера, она ожидает. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Ну, я рассказала эту историю, и, знаете, я сама так делаю. Когда у меня что-то болит, я просто говорю, Господи, ну вот тогда надо было женщине идти и прикасаться к Твоей одежде. А я сейчас духовно, я знаю, что Ты есть, я могу прикоснуться своей верой к Тебе и получить это исцеление. Ну, вот я примерно в таком вот роде, как вам, рассказала эту историю. И через день я там была какое-то время или два, подошла ко мне женщина и говорит, Вы знаете, что произошло? У нас у бабушки 80 лет с чем-то, у нее кровотечение. И врачи, ну, как по-женски, в женской сфере, и врачи в больницу ее не берут, сказали, да пусть она дома умирает, потому что мы ей все равно ничем не можем помочь. И мы с мужем все время меняли ей повязки. И я, говорится, в тот вечер я уже собралась уходить, но когда Вы начали рассказывать историю про эту женщину, подкравшуюся к Иисусу, женщину с кровотечением, я в дверях остановилась, уже одетая, и я прослушала эту историю, пришла домой, и мужу говорю, слушай, но Иисус же целитель, вот он женщину исцелил от кровотечения, давай помолимся за нашу маму. И знаете, Иисус Христос, Он учеников посылал, они мазали больных маслом, и те исцелялись. И она сказала, давай помажем ее елеем, то есть маслом, помажем елеем, помолимся за нее, и будем верить, что Господь ее исцелил. Вы знаете, они легли спать, и утром она пришла ко мне, вот когда рассказывала, я подошла к ней, а у нее все чисто, кровотечение прекратилось. Вера твоя спасла тебя, друзья. Как это здорово, когда у нас есть вера. Давайте еще раз обратимся к тому, что влияет на нашу веру, что влияет на наше, на появление сомнений. В послании к римлянам апостол Павел написал такие слова, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, но преобразовывались обновлением ума нашего во Христе Иисусе. Слово Божье говорит о том, что верующий человек, он должен преобразовывать свой ум, то есть должен, желательно преобразовывать, потому что вся система мировоззрения, которая в нас сложилась до того, как мы узнали, что у Бога есть нечто лучшее для нашей жизни, вместо страха – уверенность, вместо безнадежности – вера. Мы должны получить это, принять это, чтобы наши мысли и наше отношение к жизни, оно становилось тем, каким Бог желает видеть у нас, и то, что Он желает нам дать. Вы знаете, в послании к евреям есть такой стих, который в переводе с английского говорит о том, что верою древние, то есть люди, наши предшественники в вере, приобретали добрые свидетельства для своей жизни. То есть вот у вас сейчас в жизни нет добрых свидетельств, добрых каких-то результатов, но вы можете эти результаты верою приобретать, если вы будете свой ум фокусировать не на своих возможностях, а на возможностях Бога. Вы знаете, друзья, я тоже была таким человеком, который смотрел на свои способности, на свои возможности, и они у меня были весьма ограничены. Но вот с тех пор, как я узнала Господа, когда я узнала, что у Него есть в будущности надежда, Он помог раскрыть мне мои таланты. Я из инженера-конструктора, я переквалифицировалась в психолога, я закончила духовную семинарию, в этом году я защитила магистерскую диссертацию в области психологического консультирования. У меня интересная, прекрасная работа и общение с вами, дорогие друзья. Я просто говорю, что сомнения, они бы удержали на месте меня, страх он не дал бы двигаться. То есть старайтесь уходить от сомнений. Если только можно подумать, расценить, но постоянно ходить в сомнениях не нужно, уходите от страха. Помните, что Бог не дал нам духа страха, Он дал нам дух силы, любви и целомудрия, переводится здравого смысла. Подключайте голову, то есть свое здравомыслие, которое Бог каждому из нас дал. Не нужно только говорить, ну пусть как Бог вот хочет, так вот так и будет. И не сидите и не ждите, что оно вот возьмет и упадет на вас откуда-то сверху. Бог спрашивает всегда, а что ты хочешь? А ты чего хочешь в своей жизни? И если вы не хотите бояться и сомневаться, вы можете это сказать. Хочу верить в тебя, Господь. Не хочу бояться и сомневаться. А в заключение мне хочется сказать вам, дорогие друзья, что от того, что мы думаем о своей жизни, о себе, очень многое зависит. В книге причин написано, каковы мысли в душе человека, таковы он. То есть, что вы о себе думаете, вы такие и есть. Мысли – это не и есть что-то такое, с чем мы не можем изменить. Что мы не можем изменить, с чем мы не можем справиться. Мысли меняются, когда мы изменяем свое отношение к себе и к своей жизни через призму Божьего Слова. Желаю вам успехов, желаю вам веры, желаю вам побед в жизни. И, конечно, ждем от вас ваших писем с вашими историями о том, как Бог вам помогает. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok